Приветствую вас, друзья, Евгений Гордеев из Сланова, города Героя Смоленска. Но прежде чем начать обзор криминальной хроники за истекшие несколько дней, я хочу искренне, от всей души, тепло и сердечно поблагодарить смолянина, своего земляка Александра Станиславовича Ткачева. Вчера он перечислил на счет нашего приюта Котовасия 67 5 тысяч рублей. Это рекордная сумма за, можно сказать, за целый год. Поэтому я, конечно, понимаю, что каждый помогает нам в силу своих возможностей. И, тем не менее, я очень благодарю Александра Станиславовича Ткачева за его гражданский, хороший гражданский поступок. Выразившийся в доброте, милосердии и желании, готовности помочь ближнему. Ну, а ближними в этот раз оказались мы со своим домашним приютом. Вчера на деньги, которые перечислил нам Александр Станиславович, вернее, сегодня уже, сегодня, мы приобрели большое количество кормов для наших питомцев и сухих кормов и в пакетиках. Так что, ну, я еще раз и еще раз призываю, друзья, всех вас, конечно, как говорится, речь не в сумме, а в участии. Кто, сколько может, помогайте, помогайте, помогайте. И это помощь, я уверен, ваша доброта и милосердие вернутся к вам в столице в ближайшее время. А тем, кто помогает, я уверен, вернулось, вернулось. Что-то в их жизни хорошее, чудесное, давно мечтаемое произошло. А теперь переходим к криминальным новостям. Криминальная, целая криминальная драма, как в плохих боевиках, разыгралась в историческом центре Самары. Это было вечером 3 июля, понедельник. Там, возле дома номер 77 на улице Водников, мчалась машина Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. И из нее на ходу выкинули окрывавленную владелицу этой машины. А преступник, который это сделал, скрылся на этой дорогой иномарке. Истекающую кровью девушку нашли на дороге прохожие. Вызвали врачей, полицию. У нее была перереза на шея практически, большая, огромная кровопотеря. За ее жизнь боролись две бригады скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, девушка не выжила, умерла. А буквально через день уже, 5 июля, в Самарском районном суде, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 21-летнему Амирхамзе Гиос Джонзоду. Его обвиняют в убийстве Екатерины Карась. Так звали девушку. Но он в суде пока что свою вину не признал. Тем не менее, я думаю, значит, он достаточно много следов оставил. И в самой машине, которая была обнаружена, и видеокамерой показали. Ему, конечно, не отвертеться. В Ростовской области. Ну, я хочу сказать еще, добавить к этому, к предыдущему. Ну, извините меня, но у нас сейчас, в моем даже родном Смоленске, ну, и шагу не пройдешь, чтобы не встретить лиц от южных каких-то национальностей. Понимаете? Восточных национальностей. Я не буду говорить конкретно. Ну, я, конечно, понимаю, что большинство, абсолютное большинство из них достойно трудятся. Тут растят детей, рожают, растят детей в России. Им предоставлена возможность стать гражданами России и так далее. Ну, ведь, смотрите, все чаще и чаще, так сказать, с мигрантами, с какими-то происходят вот такие истории, как с этим Амир Хамзой. Понимаете? Они не просто приступают закон, они приступают и Божий закон, они лишают даже жизни, видите, людей наших, россиян. Ну, я не призываю ни к чему, не призываю к тому, чтобы, так сказать, ответ был адекватным, чтобы резали, допустим, всех, у кого разрез глаз или цвет кожи не такой. Но что-то надо делать. Власти должны предпринять какие-то меры для того, чтобы не штучно, так сказать, привлекать к уголовной ответственности просто за совершенное. А для того, чтобы не было такого вообще, понимаете, фильтр тонкий поставить на границах. Следственное управление и следствие комитета по Ростовской области завершило расследование уголовного дела о похищении торговли детьми, еще лучше, так сказать, видите у нас. Ну, мы знаем, что рыботорговля, так сказать, в России процветает, однако об этом очень мало говорится, очень мало пишется. А еще меньше, наверное, мер принимается для того, чтобы такого не было, потому что это один из самых доходных бизнесов наряду с торговлей оружием, с проституцией, наркоманией, наркотиками, торговлей наркотиками. И вот где-то на четвертом месте, я думаю, находится торговля людьми, а в данном случае, смотрите, детьми. Два жителя города Шахты и житель Воронежской области, они сейчас со следствием сделку заключили и как бы дают показания. Но они что творили? Приходили домой к многодетным матерям. Где они брали списки этих матерей, чтобы к ним ходить? Одному боку пока известно, следствию пока неизвестно. Ну, расскажут же, наверное. Представляли сотрудниками органов опеки и убеждали матерей многодетных передать им ребенка, ну, одного из детей, так как он проживает в плохих условиях и она не справляется с его содержанием, воспитанием. Кроме того, заставляли женщин этих матерей подписывать договоры о том, что они отдают добровольно своего ребенка и женщины подписывали. Таким образом, значит, у одной женщины, 10-месячного ребенка взяли и увезли в поселке Гулеродский и двух мальчишек, 3 и 7 лет, в жительнице поселка Тополевы. Я думаю, что за ними гораздо больше будет. Гораздо больше. А детей они продали в цыганские семьи, которые проживают в Свердловской, Самарской, Ульяновской областях. Ну, среди цыган трудно найти, так сказать, я не знаю, справится ли следствие с этим, потому что там очень большая круговая порука и очень быстро они концы в воду прячут на сквере. Я боюсь теперь из-за этих детишек. Хотя в данном случае вот этих троих детишек нашли и вернули родителям. Ну, вот эта вот фраза «вернули родителям» меня убивает просто. Ну, зачем возвращать ребенка туда, откуда его, по сути дела, продали? Что это за бумажки, которые своих детей куда-то отдают? Не знаю, мы куда, не знаем, мы какие бумажки подписывают, какие-то договоры. Наверное, он им и не нужен, лишний рот этот. Наверное, надо решать вопросы, было кардинально. Суду решать. Четверо обвиняемых находятся в следственном изоляторе, а пятый под домашним арестом, так как хронически тяжело болен. А дело уголовное с обвинительным заключением, подписанным прокурором, направлено в суд. Ну, будем надеяться, что все получат по заслугам. В Москву давайте переедем в наших, так сказать, изысканиях. В столицу нашей Родины. Здесь сотрудники правоохранительных органов начали розыск каких-то педофилов. Педофилов, я думаю, целая там бригада педофилов, которые организовали интернет-школу секса для девчоночек 10-11 лет. Об этой группе в полиции стало известно от матери одной из этих девочек, учениц пятого класса, которая мать нашла в телефоне дочки записанное ребенком интимное видео. Мать стала спрашивать, что это такое, в каких-то видах, так сказать, себя снимаешь и куда ты это деваешь. И она, девочка, рассказала, что вела переписку в групповом чате, который называется «Школа секса». И там несколько мужиков, педофилов, которые сейчас разыскиваются, давали ей и другим девочкам, состоявшим в этой группе, школьницам, всякие интимные задания, а за которые потом ставили виртуальные оценки. Ну, какие задания? Снимать то, снимать все и выкладывать. Оценки ставили, говорили, как надо сделать то, чего они задали. Ну, страшное дело, в общем, я не знаю, понимаете? Мать также выяснила, что ребенок, ее доченька сидит в этом чате уже более трех недель. А сколько там другие сидят? И кто, значит, сейчас устанавливать будут? И кто вообще эти педофилы, создавшие эту школу, так называемую «Школу секса для малолеток»? Все это сейчас выясняется, ведется розыск. Я думаю, что есть возможности, есть возможности, и мы о них с вами знаем, как установить этих. Было бы желание. Но там могут оказаться, так сказать, и высокопоставленные какие-то чиновники. В Смоленске такое было, значит, когда улечен был. Ну, не буду, ладно, называть его, потому что не знаю, чем кончилось дело в отношении него. Но, по крайней мере, было такое. В Москве, опять же, на центральной почтовой таможне, сотрудник этой таможни обнаружил коробку подозрительную. В ней оказались противотанковые мины. И тут же все эвакуированы были из здания. На место уехали сотрудники соответствующих служб. Саперы, минеры, разменеры. И проводится сейчас проверка. Останавливаются обстоятельства, откуда прибыла эта страшная посылка. Кому предназначалась, кто ее послал и так далее и тому подобное. Какой целью предназначалась, я думаю, тоже установят. В Санкт-Петербурге, в северной нашей столице, в порту, были задержаны десятки рефрижераторов с африканскими бананами. Ну, не потому, что вкусом этих бананов прельстились наши таможенники. А потому, что при сканировании, предназначенной отправке в Африкстан партии этих бананов, которые перегружали, значит, в Питере на фуры, таможенники обратили внимание на что-то подозрительное. Ну, может, собачка какая-то их тяпкнула на ящик с бананами. И когда стали смотреть, значит, оказалось, что некоторые бананы, в каждом ящике, значит, несколько бананов, начинены кокаином. Представляете себе, общий вес изъятого наркотика составил 50 килограммов на сумму, превышающую 450 миллионов рублей. Вот это я понимаю, размах. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса. Все виновные будут, я думаю, установлены и привлечены уголовной ответственности. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить и на это надеяться. Красноярский край. Переезжаем с вами. Здесь Шарыпово. Это какой-то населенный пункт, да? Видимо, достаточно крупный, потому что здесь есть девятиэтажные дома. Так вот, местный житель, шарыповщанин, как его называть, или шарыповец, выкинул с балкона девятого этажа пять кошек. Пять кошек. Он пришел со своей женой, то есть с дочерью хозяйки квартиры. А нет, он пришел со своей женой к своей матери, она на девятом этаже жила, и стал по пьяни на нее ругаться, что она много кошек содержит. Вышел на балкон покурить, а там пять кошек нежатся на солнце. Он их взял и выкинул, сволочь, с балкона. Выкинул. Четыре кошечки разбилась насмерть, одна жива, и сейчас уже нашла хорошие и добрые руки, и нашли волонтеры. Ну, а этому 41-летнему сыну хозяйки, тупому, мерзкому убийце, пока что убийце животных, слава богу, и людей. Придется теперь ответить перед законом, и ему грозит до пяти лет лишения свободы. Опять Москва. Здесь преступники похитили у некоего предпринимателя 400 тысяч долларов. Каким образом можно такое сделать? Он, значит, наликом приволок эти доллары в фальшивый пункт обмена. Значит, 51 год ему, не дедок, так сказать, и не пацан. Пора бы уже головой думать. Фальшивый. В Щапаевском переулке. Там лжекассир взял у него эти, принял эти 400 тысяч долларов, а в обмен, он менять пришел на наши, как бы, денежки, а в обмен выдал ему соответствующую сумму билетов в банкоприколов. Ну, у меня тоже где-то тысячные, пятитысячные есть билеты, причем как бы в банковской упаковке. Вот, ну, если, так сказать, усталый или пьяный, или какой-то, значит, взор положит, то может и не разобрать. Ну, нормальный-то человек должен разобрать. А этот, значит, взял эти деньги, стал там считать. А этот, значит, лжекассир, естественно, с этой огромной суммой, 400 тысяч долларов, сбежал тем временем. Поняв, что его обманули, предприниматель, конечно, побежал куда? Да, в полицию. Здесь, в этой лжеконторе, лжеобменном пункте, провели полицейские обыски, значит, взяли, сняли записи с камер наблюдения. Ну, и кроме того, значит, нашли лишь чью-то кепку, ну, тоже хорошо, значит, на ней следы и патажировые могут быть этого кассира или еще кого-нибудь из мошенников. Также разорванную на две части купюру и, значит, мешок этих вот игрушечных, так называемых, денег из банка приколов. Возможно, уголовное дело, ущерб оценили. Вот это вот 400 тысяч долларов. Это примерно 35 миллионов 300 тысяч рублей. Ну, короче, нехилый мужичок обменялся, получив макулатуру взамен реальных баксов. Ну, а что касается Москвы, то эта схема с отдельными, с фальшивыми обменниками отнюдь не нова, так и в январе-феврале нынешнего года таким же образом было 18 миллионов рублей обменено. В 22-м году целый ряд таких преступлений был в Москве. Ну, до моего родного Смоленска пока эта схема не докатилась, не катит. Да и менять здесь особо, я думаю, у людей нечего по мелочам. Ну, а мелочиться, видимо, эти преступники не желают, в Москве работают. В Омске. В Омске некий маньяк-форточник, маньяк-насильник, серийный насильник-форточник держал 10 лет в диком страхе все население первых этажей Омска. Этот мужик, значит, начал череду изнасилований аж в 2010-м году. Выбирал квартиры на первых этажах, долго наблюдал за жертвами, изучал распорядок дня, семейное положение, кто когда дома бывает, кто на ночь остается, планировку квартир. Когда проникал в квартиру, хорошо ориентировался уже, куда идти, где спальня, где зал, где туалет, где ванна и так далее. Как выйти, пути отступления. Так вот, опорникал через форточку. Почему и форточником называли. Чтобы женщины его не могли, насилуемые им женщины не могли его разглядеть и дать потом славесный портрет, он им постоянно светил фонариком, совершая свое грязное дело. В лицо светил фонариком. А если в доме были дети, спали там в детской комнате, то он угрожал женщинам расправиться с детьми, если она будет кричать, так сказать, или мешать ему совершать свои гнусные деяния. Так вот, сейчас задержан, ну не сейчас, а осенью прошлого года еще, 63-летний Иван Каротин. Он, значит, он с 29 апреля 2010 года по 31 августа 2022 года совершил 7 изнасилований женщин и одно покушение на изнасилование, а также действия сексуального характера. Одной из жертв оказалась 16-летняя девочка. Ну, девушка. А в августе 22-го он проник через форточку в офис какой-то и украл из сейфа почти 600 тысяч рублей. Так вот, он там оставил на этой последней краже свои какие-то то ли отпечатки пальцев, то ли потожировые какие-то свои. и его вычислили по этим вот его уликам, по этим оставленным им уликам. Но сейчас его приговорили к 12 с половиной годам лишения колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Так вот, его судили всего лишь по двум статьям изнасилование несовершеннолетней вот этой 16-летней и кража. То есть, кража вот этих 600 тысяч рублей. А другие случаи, значит, по другим случаям дело уголовное прекращено из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности по ним. То есть, козел, ну, я думаю, так сказать, с ним разберутся там, куда он поедет на эти 12 с половиной лет. Там ребята не любят, мягко говоря, этих насильников, педофилов и так далее, потому что каждый из них крутит в голове, а вдруг на месте его жертв могла оказаться моя супруга, дочка, племянница, мать и так далее. Понимаете? Так вот, этот коротен больше 10 лет, видите, не попадался. Осторожней. Ну, а может быть, плохо работала полиция по делам этим. Плохо работала, может быть. Я помню, уголовное дело здесь у нас было в Ленинском районе, когда я был начальником Ленинского РУВД в Смоленске. Здесь, значит, проникал один через дверь в квартиры. И ночью, когда хозяева спали, он собирал ценные вещи там и так же уходил. И вот он делал это и в коридор вышел уже, чтобы уйти. Это был пятый этаж. Хрущевка, наверное, была. Или Брежневка, дом. И хозяин вышел в туалет, это в два или в три ночи. И в коридоре они столкнулись. Этот хотел выйти уже с двери в подъезд и удрать. А хозяин вышел, чтобы в туалет зайти. И хозяин, значит, посмотрел на него с просонья, значит, видно, не понял и говорит здравствуйте. Тот ему говорит здравствуйте. Хозяин шаг сделал в сторону туалета, а этот понял, что хозяин сейчас опомнится и вернется. Хозяин здоровый мужик в трусах и в майке мускулистый. И этот воришка рванулся из коридора через зал на балкон и там его уже настигал этот гигант, отец семейства, понявший, что это вор или насильник, или убийца. и этот ничего лучше не придумал, как сиганул с балкона пятого этажа. И вы знаете, что, хотя не зима была, он приземлился, правда, на клумбу под окнами этого дома, там жители первых этажей, как всегда это бывает, разбивали какие-то цветники и прихрамы удрал. Пока этот туда-сюда полиция, тогда милиция была, звонил, с концами ушел, так и не нашли. Это просто по памяти вам рассказываю, как это бывает не только на первых этажах, поэтому, дорогие мои, будьте бдительны. Наша действительность наполнена всяческими мошенниками, ворами и, как в первом случае, видите, даже убийцами, угонщиками, убийцами. Желаю всем здравствуйте, желаю всем оптимизма, надежды на лучшее, желаю всем благосостояния и мечтаю тем, чтобы все вы стали спонсорами спонсорами в той или иной мере нашего домашнего приюта КТВС-67. Друзья мои, и, конечно же, мира нам всем, мира на Украине. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok